Всем привет! Сегодня будет по-настоящему ядерная, заряженная новинка. Но для тех, кто не знает, вы на канале Сезанчо Плюс. Меня зовут Иван. И сегодня Энергетик Тесла. Звучит, конечно, максимально хайпово, но, тем не менее, это не продукция Илона Маска. Но ребята уже успели заграбастать себе Тесла Энерджи Дринка. Ее Мэджик Тонус. Ну, потрясающе. Ничего больше здесь такого не написано. Единственное, что я успел увидеть, что эта продукция прямиком из города Ереван. Ребятушки, те, кто из Еревана, вам отдельный привет. Отпишитесь в комментариях. Ну что же, выглядит максимально красиво. Фиолетовые цвета, серебристый, темный цвет. Опять-таки, электричество, молния. Ребят, ну Тесла. Объем 330 мл. Стандартная такая маленькая баночка. Я не знаю, есть ли большие, но, я думаю, пора бежать ее пробовать. Ребята, на самом деле, правда, молодцы. Я думал, что, возможно, это каким-то чудом от самого Илона Маска. Но нет, Илон Маск тут уже профукался. Но обязательно я знаю, что он готовит там свое пиво. Уже есть, по-моему, Тесла Текила, которая стоит нереальных денег. Пока она, конечно же, не будет на канале. Не знаю, ближайших сколько-то лет. Но она там стоит космических бабок. Итак, ребят. Энергетик Тесла. Аромат, на самом деле, легкий, ягодный. И цвет довольно приятный. Такой розоватый. Кстати, цвет подходит под ягоды. Ну, цвет, аромат, ягоды. И присутствует непосредственно запах, аромат энергетика. Ваше здоровье. Напоминаю, продукция строго 18+. Если вам еще нет 18, ребят, это яд и отрава. Ну, конечно же, беременным детям, лосям запрещено. А так, ваше здоровье. Довольно сладко, газировано, ягодно и очень мало самого энергетика. По большей части напоминает, как какой-то, какой-то вот ягодный напиток. При этом, правда, сладковатый. Хотелось бы его больше сделать кисленьким. Но добротно, по сути. Прикольно. Но, я думаю, все-таки очень сладко. Вот, прям я чувствую сладость. Я думаю, для тех, кто любит сладкие ягоды, это прям для вас. Ну, скажем так, ничего особо удивительного здесь нет. Я купил его в магазине Перекресток. Цену не скажу. В районе, по-моему, 100 рублей, если не ошибаюсь. Вот, за цену точно я не могу вспомнить. А вот купил я в Перекрестке. Опять-таки, да, вот. Аромат каких-то вот ягод. Сладенький. Разодоривает рецепты. Но при этом, опять-таки, вот ягоды, сладость. Я бы, честно говоря, думаю, выпью в такую баночку, даже маленькую, 330 миллилитров. Ой. Как же сладко. Короче, для любителей сладких энергетиков, это топ. По вкусу могу сказать, что он точно не отдаёт таким, знаете, дюшманским энергетикам. Здесь такого нет. Просто сладенький ягодный энергетик с минимальным вкусом самого энергетика. И даже, я бы сказал, он здесь практически и не прослеживается. Только где-то в середине вкуса. Потом преобладают ягоды. Так что, как-то вот так. Если вы уже пробовали, напишите своё мнение. Ну, выглядит круто. Правда, выглядит очень круто. И что теперь будет делать Илон Маск? Хотя, казалось бы, да, для Теслы было бы очень очевидно давно сделать свои энергетики. А там Илон хочет водить своё пиво, делает текилу. Красавчик, конечно. Но, ребята из Еревана, а именно это у нас производитель ООО Юнион. Если правильно считаю, да? ООО Юнион. Ребята молодцы, подсуетились. Всё правильно. Энергетик Тесла, ребята. Звучит очень круто. Ну, в особенности, что как Тесла продукция очень хорошо разлетается. Ребят, вам вкусненьких и бодрящих энергетиков? Оставляйте свои комментарии. Если не подписаны на канал, сейчас самое время это сделать. Нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. До новых встреч. Всем пока. Жду вас в комментариях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова